Теплоход «Москва» взял курс на остров Проран рано утром. На его борту более ста парней и девчонок. Все они стали участниками эко-пикника. Волонтеры вызвались помочь собрать мусор на прибрежной территории острова. Дело в том, что я очень давно отдыхаю на этом острове, 2013 года, и мы с друзьями постоянно собираемся. После отдыха берем мешки и убираем за собой мусор. И, честно говоря, я был бы очень рад, если бы все люди, которые приезжают сюда после себя, обязательно дали мусор. По статистике, каждое лето на Проран приезжают отдыхать порядка 50 тысяч человек. На острове расположены турбаза, дача и летние домики. Кроме того, теплоходы и катера привозят горожан, которые прибывают на один-два дня просто позагорать и покупаться. Не все, конечно, благоразумно относятся к вывозу мусора. Кто-то оставляет этот мусор на месте, кто-то, слава богу, доносит их до контейнерных площадок. Но, тем не менее, за летний период скапливается большое количество мелкого мусора на острове. Вот, собственно говоря, это экологическая акция, и призвано как раз-таки убирать мусор за нерадивыми отдыхающими Самары. Люди откликаются охотно, да, с удовольствием едут, убираются, потому что погода хорошая, история хорошая, и можно почистить окарму. Это один из таких островов, которые у нас здесь проживают жители в летний период, приезжают, отдыхают. Это место, которое к себе притягивает. Один из таких знаков остров. Территорию нужно очищать, нужно облагораживать, чтобы она у нас была чистой и комфортной для пребывания наших жителей. Несмотря на палящее солнце, участники эко-пикника «Чистый проран» несколько часов собирали мелкий мусор на прибрежной зоне острова. В среднем, чтобы наполнить один большой пакет, достаточно было пяти минут. Подобные субботники проводятся властями Самары два раза в год. Ведь если оставить то, что выбрасывают туристы, то во время паводка весь мусор окажется в Волге. Те люди, которые здесь знают давно остров, видят, что действительно здесь была огромная свалка, ее уже нет. И поставлены стараниями городской администрации контейнеры мусорные, если вы видите, уже люди не бросают об попаде. Ну, я хочу сказать, культурные люди, нормальные. После того, как мусор был собран, всех участников по традиции накормили рассыпчатым пловом. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.